Здравствуйте! В эфире события года в студии Сергей Дадыко и Лилия Тимеева. С начала года мы рассказывали вам о том, какие изменения происходили в Щелковском районе. Так чем же нам запомнится 2016-й? Уходящий год для нашего муниципалитета был ознаменован большими преобразованиями в социальной сфере. В жизнь воплотилось немало необходимых жителям проектов в разных отраслях, благоустройстве, образовании, спорте и других. Но обо всем по порядку. За реализацией всех проектов в Щелковском районе следят в областном правительстве. В связи с рабочей поездкой муниципалитет посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он осмотрел несколько объектов, а завершил поездку общением с жителями, ведь открытая власть – один из принципов работы главы региона. Подробности в нашем репортаже. Визит губернатора Подмосковья – это всегда событие. В 2016-м не единичное. В прошедшем году Андрей Воробьев не раз посещал Щелковский район, особое внимание уделяя контролю над строительством социальных объектов. Так, в ходе очередного визита губернатор Московской области осмотрел реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья и детский сад в Медвежьих озерах. Также проверил, как продвигается реконструкция межрайонных очистных сооружений, старт которой был дан по его личному поручению. И, конечно, большим приоритетом для правительства региона, как и для всего Щелковского района, является завершение строительства перинатального центра. О решении проблем на перспективу губернатор говорил на встрече с жителями в городском парке культуры и отдыха. Задать вопрос, выразить благодарность – в парк пришли почти 700 человек. Такое мероприятие – воплощение в жизнь одного из принципов главы региона – открытая власть. Впервые в Щелковском районе встреча жителей с губернатором прошла в подобном формате. Прямому диалогу способствовала и выбранная площадка – открытая местность. Чтобы прийти и задать вопрос, мог любой желающий. Большинство вопросов касались тем ЖКХ, благоустройства территории и социальной сферы, в частности, образования. Так, строительство детских садов позволило свести к нулю очередь в дошкольные учреждения среди детей в возрасте от 3 до 7 лет. Теперь остро стоит вопрос ликвидации второй смены в школах. В Щелково мы в прошлом году открывали школу, две, да? Две школы. Значит, в следующем году две открываем школы. И вот мы сейчас были в городском поселении Медвежье озера. Там начинаем делать пристройку. Поэтому в каждом населенном пункте мы стараемся нанести сокрушительный удар по второй смене. Развернутые ответы губернатор дал на все вопросы. Губернатор приезжает посмотреть, как идут дела в районе. По многим объектам, которые он посетил, у него осталось хорошее впечатление. Особенно хорошее впечатление осталось от встречи с жителями. А когда мы ехали на обратном пути, он говорит, я так благодарен, что попал в Щелковский район. Здесь мне задали столько вопросов и столько я получил задач и посылов на работу, что, Алексей Васильевич, нам с вами спать здесь не придется. Я сказал, есть, Андрей Юрьевич, будем работать и дальше делать все, чтобы в Щелковском районе жизнь была другой, лучше гораздо. Такому же принципу следуют и районные власти. Встречи руководства Щелковского района с жителями проходят регулярно. Поднимаются наиболее волнующие население темы, ЖКХ, дорожное хозяйство и многое-многое другое. Смотрите репортаж. Диалог в открытом формате. Около 30 встреч провели власти Щелковского района с жителями с начала этого года. Как в поселениях района, так и в микрорайонах города Щелково. Подобное общение с населением лежит в основе одного из принципов губернатора региона – открытая власть. Начавшиеся в прошлом году, в 2016-м, встречи стали традиционными. Задать вопрос районному руководству приходили многие неравнодушные жители. Основная масса проблем, волнующих население, в 2016-м была связана с жилищно-коммунальным хозяйством, благоустройством, дорожной сферой, социальной инфраструктурой. Районные власти, руководители профильных комитетов и управлений старались дать исчерпывающую информацию по каждому. Участники таких мероприятий схожи в одном – встречи весьма эффективны. Очень хорошо, что сейчас у нас устраиваются такие встречи с жителями. Почему? Потому что это напрямую идет живой разговор. Это прямой контакт с представителями власти, и я думаю, что где-то что-то на местах не решается, но после встречи таких ожидаешь каких-то хороших перемен. Я довольна, вопросы решаются быстрее, чем вот так писать туда-сюда бумажки. Активную гражданскую позицию проявили жители Щелковского района в единый день голосования. Напомню, 18 сентября прошли выборы депутатов в Государственную и Московскую областную думы. Щелковцы сделали свой выбор, тем самым определив курс развития на ближайшие годы. Выбор каждого – выбор Подмосковья. Так посчитали многие жители Щелковского района и в единый день голосования пришли на свой избирательный участок. Как и положено, в 8 утра участки отворили свои двери для всех желающих. Всего в районе работало 120 пунктов для голосования. Исполнить свой гражданский долг жители спешили с самого утра. Определить будущее для своей страны на ближайшие 5 лет без преувеличения – ответственная задача. В Государственную думу от одномандатного округа номер 127 выдвинулись 9 кандидатов. Второй бюллетень по выборам во Всероссийский парламент стал самым длинным буквально. В него вошло 14 партий. Также два бюллетеня избиратель получал для голосования за кандидатов в региональный парламент. По единому областному округу система та же – поставить галочку напротив одной из партий. А вот в плане одномандатных округов в Щелковском районе все оказалось немного сложнее. На его территории сразу три округа. Первый – Балашихинский, 17-й – Пушкинский и 14-й – Ногинский. Кроме того, жители города Щелково избирали представителя 15-го одномандатного округа в совет депутатов поселения. Залог легитимности, честности и открытости выборов в комплексы обработки избирательных бюллетеней были установлены на большинстве избирательных участков. Кроме того, наблюдать за ходом голосования и работы участковых комиссий можно было онлайн. Многие участки оснастили видеокамерами. Также за процессом выборов следили наблюдатели, а необходимую помощь избирателям оказывали волонтеры. Территориальная избирательная комиссия проделала большую работу по подсчету голосов. И вот результаты. По выборам в Госдуму по одномандатному округу номер 127 победу одержал Сергей Жигарев. За него проголосовали более 17 тысяч человек. Среди партий лидирующую позицию заняла «Единая Россия» 43%. По выборам в региональный парламент по одномандатным округам вперед вышли Владимир Шапкин, Ирина Слуцкая и Иван Жуков. Среди партий победу также одержала «Единая Россия». Явка избирателей на участке в Щелковском районе составила более 35%. Пожалуй, самый главный подарок получили жители ко дню Щелковского района и города Щелково. Улица Парковая после масштабной реконструкции стала излюбленным местом для прогулок горожан. Давайте посмотрим, как это было. Несомненно, главным подарком жителям ко дню Щелковского района и города Щелково стала реконструкция улицы Парковой. С созданием на ней пешеходной зоны. И хотя горожане могли пользоваться новым променадом уже в процессе строительства, окончательный вид Парковая приобрела непосредственно к церемонии открытия. Она состоялась в самый разгар праздника. Разрезать ленточку доверили самым маленьким Щелковцам. Парковая является продолжением задуманного несколько лет назад пешеходного центра. Набережная Юности, набережная Серафима Саровского, старый мост, реконструированная в прошлом году площадь Ленина, которая теперь переходит в пешеходную улицу Парковую. Усилиями властей в Щелкове становится все более удобно жить. Улица Парковая, посмотрите, от жителей, самое главное, от жителей, мы сейчас слышим только слова благодарности. Здесь удобно общаться, здесь удобно прогуливаться, здесь удобно заниматься спортом. Мне кажется, эта улица, она является еще одной такой точкой роста для современного качественного благоустройства в нашем городе. Алексей Васильевич, у меня вопрос. Для вас лично открытие улицы Парковой, что значит? Маленький этап в будущей большой работе, потому что она будет каждый год все больше, больше, больше. Что же мы видим на реконструированной Парковой? Объединены и смещены в одну сторону обе полосы проезжей части. На пешеходной устроены плиточное покрытие, тактильные элементы для слабовидящих, безопасная велодорожка, оригинальные скамейки. А новые элементы освещения даже и фонарями-то назвать с трудом получается. Настолько интересная у них конструкция. Мы живем в Королеве, а приехали посмотреть, как город. Очень хорошо. Нормально, хорошо, все благоустроили. Приятно, во всяком случае, приятно. И посидеть есть где. Ну что нам еще нужно? Мы очень довольны. Я просто живу в городе Фрязино, здесь очень давно не была. И это, вот, ну не знаю, меня это просто поразило. Я даже не думала, что можно сделать так красиво. Большое спасибо за Парковую улицу. Наконец-то она преобразилась. Так что, ко дню Щелковского района и города Щелково мы подошли с весомыми достижениями. Ну, а сам праздник продолжался несколько дней и стал весьма ярким событием. Давайте посмотрим. Музыка громче, гостей все больше. День рождения родного края – особенный праздник для каждого. Отметить столь важное событие в жизни малой родины пришли сотни людей. На трибунах манежа универсального спорткомплекса Подмосковья практически не было свободных мест. В этом году традиционный концерт организаторы решили перенести под крышу, опасаясь капризов погоды. Однако на настроение гостей это никак не повлияло. Веселый праздник, замечательный. Дети каждый год ходят сюда. Детель подряд уже мы не пропускаемся. Красной нитью через вечерний концерт прошли русские мотивы. Импровизированная сцена манежа расцветала яркими красками и замысловатыми узорами. Русская история и культура – национальное богатство. Район, которому есть чем гордиться. День города – это не только повод для праздника, но и своеобразное подведение итогов. Сделано немало. Это строительство новых детских садов, благоустройство. Только в этом году будет до конца выполнено благоустройство 59 дворов во всем районе. Это новые дороги, новые современные улицы. Мира, добра, благополучия и счастья в нашем общем доме, в Щелковском муниципальном районе. Будем работать так, чтобы земля наша становилась все более и более красивой, чтобы дети наши были более и более счастливыми, а внуки еще больше. Для этого мы живем и будем жить. С праздником вас, добра вам, здоровья, успехов, счастья, благополучия и веры в то, что эти перемены только к лучшему. Достижение муниципалитета – это результат работы его жителей. Годы напролет на благо Малой Родины трудятся тысячи людей. На сцене чествовали тех, кто проявил себя наиболее ярко. Праздничные концерты прошли в Щелковских дворцах культуры. Районные власти наградили и поблагодарили тех, кто посвятил свою жизнь работе на благо Щелковского края. Радовали гостей праздника своими номерами и творческие коллективы района, а также звезды российской эстрады. Желаю всем мира, счастья, любви, процветания и берегите свои города, где вы родились. А что конкретно касается Щелково, то берегите Щелково, берегите город, в котором вы живете. Это ваш дом. Второй день празднования Дня Щелковского района и города Щелково продолжился народными гуляниями. Кажется всем, от мала до велика в этот день родное Щелково стало еще ближе и дороже. Он мне дорога своей красотой, он очень красивый, я его люблю. Днём рождения, любимый город, всех тебе благ. Пространство от улицы Парковой до парка культуры и отдыха было украшено выставочными зонами. Неспешно прогуливаясь, можно было сделать фото на фоне или даже внутри ретроавтомобилей. Поселение Щелковского района представили импровизационные тематические уголки. Кто-то обыграл тему кинематографа, год российского кино, как никак, а кто-то похвастался богатым урожаем. В это же время в городском парке культуры и отдыха было не менее интересно. Выставка фото на прищепках у РДК, импровизированная фотостудия, Щелково в фокусе, где каждый желающий мог сделать снимок. Тут и фермерские хозяйства предлагали свою продукцию. Рядом можно было увидеть обитателей фермерских хозяйств, кур, кроликов, козочек. Ну и, конечно, веселье продолжили танцы, песни и холли-бум – это красочная атака, которая придала яркости и, без того, задорному настроению. Прошлись по парку и оценили размах праздника и делегации из городов-побратимов, которые по традиции приезжают на торжества. В этот раз поздравить жителей с Днем Щелковского района и города Щелково прибыли представители Литвы, Латвии, Германии, Абхазии, Польши, Молдовы и наши соотечественники из Крымской Феодосии. Невозможно было не поддаться всеобщему ликованию. День Щелковского района и города Щелково стал настоящим праздником для жителей. Концертная программа продолжалась до позднего вечера, завершилось празднование по традиции красочным фейерверком. Тысячи жителей приняли участие в праздновании еще одного события. В едином порыве щелковцы отметили главный праздник для всех россиян – День Великой Победы. Традиционным стало возложение цветов к мемориалам и, конечно, парад. В победном шествии шагал по улицам города и Бессмертный полк. В этом году ко всероссийской акции в нашем районе присоединилось рекордное число жителей. Массовое и значимое мероприятие прошло в День Победы. Именно оно хранит память поколений, прославляет имена героев. 9 мая прошагал по улицам города Бессмертный полк. По улице Парковая, через площадь Ленина, Первый советский переулок и Пролетарский проспект до комплекса Аллея памяти. Всероссийская акция стартовала по всей стране в 15 часов. В едином порыве шагали жители со всего Щелковского района. Среди них и совсем юные ребята несли фото своих прабабушек и прадедушек. Бариха Семеновна, моя прабабушка, она была зенитчицей. Воевал на Великой Отечественной войне. Это мой прадедушка Давыдов Николай Егорович. Он воевал на Первом Белорусском фронте. Участники акции «Бессмертный полк», которая с каждым годом набирает обороты, не желают, чтобы имена и лица героев канули в забвение. Пусть их видит весь мир. Огромной непосильной ценой далось бессмертие этим людям. Более семи десятилетий назад они буквально создавали историю. Писали ее на страницах самой кровопролитной, жестокой войны, которую видела наше Отечество. Это мой дед по линии матери. В армию он был призван в 1937 году. Прошел финскую Великой Отечественную. И потом в 1947 году дембилизовался после того, как закончил службу в истребительном отряде. Это мой родной дядя, который являлся участником битвы за Москву. От Бобруйска и до Москвы он отступал, был в автобате. А от Москвы уже дошел до Кенигсберга. Это мой прадед. Участвовал в битвах под Вязьмой, под Смоленск. Последние шаги по Пролетарскому проспекту колонна шествия совершала под звон колоколов Троицкого собора. Завершилась акция возложением цветов к еще одному бессмертному символу вечному огню на Аллее памяти. Участие в торжественном шествии приняли более трех тысяч жителей Щелковского района. Они показали, ни одну семью Великая Отечественная война не оставила безучастной. В каждой есть свои герои, их помнят и чтят. Масштабно и торжественно именно так отметили главный для всего русского народа праздник. С победного мая 45-го минул уже 71 год. Но с каждым годом празднование Дня Победы проходит все ярче и массовее. Только так память о великом подвиге предков не будет забыта. Каждый год мы обмечаем праздник. С одной стороны радость, с другой стороны немножко скорбь, потому что очень многие люди потеряли своих близких. И даже нашего дедушка, мужа и мой, они выиграли войну, дошли до конца, но сейчас их нет с нами. Сотни людей устремились в этот праздник на площадь Ленина в Щелкове. Именно отсюда началось праздничное шествие. Во главе колонны те, кто кровью и потом добивался победы. Ветераны на автомобилях ГАЗ-69. Это событие для советского, для русского народа незабываемое. Погибло 27 миллионов. Его нельзя не отмечать. И это событие должно остаться в памяти всего народа на вечерях. Одним из по-настоящему долгожданных событий в 2016 году стал переезд жителей из Ветхого фонда. Обеспечение граждан комфортными жилищными условиями оставалось приоритетной задачей для районных властей, а контролировались работы на областном уровне. Счастливые обладатели заветных ключей поделились своими эмоциями. Ну, сейчас туман, плохо видно, а так вот прям аэродром, взлетка. Вечером стоишь, смотришь, красиво, как садятся, как взлетают самолеты. Роман Короткевич показывает свою новую квартиру. 13-й этаж, светлая спальня, кухня и даже гардеробная. А ведь еще каких-то три месяца назад жить приходилось в совсем других условиях. Скин, они там просто рушились, не сыпались. Ну, с какого? 53-го года. Тем более, рядом, когда дом строили, он уже и пошел, фундамент пошел, что дом новый строили. Там трещины пошли большие. Ну, ему еще пару лет, и он развалился бы на самом деле. Дом номер три в гостином переулке признали аварийным. Жильцов необходимо было расселять. Роману, как и многим другим собственникам, выделили квартиру в новостройке микрорайона Гагаринский в рамках реализации муниципальной программы по переселению граждан, проживающих в аварийных домах. Всего же тех, кто в этом году смог улучшить свои жилищные условия, в Щелковском районе гораздо больше. 17 квартир выделил застройщик в новом доме на улице Первомайской. Из старых домов, новые квартиры в микрорайоне Гагаринский переехали жители дома 29 на улице Парковой. А совсем скоро новоселье отпразднуют в доме пиков новостройки на Соболевке. Туда переедут жильцы так называемой казармы и нескольких домов на новой фабрике. Люди ждали этого события долгие годы, ведь жить приходилось в ужасных условиях. Проблема не решалась в течение многих лет. Я думаю, что Дедушка Мороз долго шел к нам и наконец пришел. И он нас отблагодарил. Очень даже мы довольны, рады, безмерно. Радости пока нескончаемы и не верится до сих пор. Но мы думаем, что уже все, мы уже дома. В канун Нового года ключи от новых квартир получили 23 семьи. 4 в доме на Краснознаменской 17, это бывшие жильцы пресловутой казармы в Первом Советском переулке. И 19 семей переселенцев из барака по улице Новая Фабрика 4. Они будут жить в микрорайоне Соболевка, дом 2. Это в рамках решения губернатора Московской области Андрея Юрьевича Рабьева. Столько поколений, даже где-то прошло там два поколения, руководителей, которые обещали, вот сейчас переселим, вот сейчас переселим, вот переселим, не переселили. Губернатор приехал, смотрите результат. Как и прежде, большая часть средств районного бюджета в 2016 году была направлена на отрасль образования. Эта сфера остается приоритетной для руководства муниципалитета. Большим прорывом можно назвать строительство дошкольных учреждений. Сегодня в Щелковском районе подходит к завершению возведения нескольких детских садов. Ну а осенью свои двери уже распахнуло учреждение в Медвежьих озерах. Событие действительно важное, этого ждали все. И вот детский сад в Медвежьих озерах торжественно открыт. В руках счастливых детей символический ключ от садика, но, пожалуй, больше остальных радуются родители. Ребенку нужно уже почти три года, уже, мне кажется, нужно идти в садик для развития. И хочется пойти работать со мной уже. Мы очень ждем, у нас два мальчика, одного пора бы уже. Слечнички ездили в Щелково всегда, в других, кто здесь живет. Вот, мы, конечно, очень рады, что здесь построили, наконец-то. Я хотел бы пожелать, чтобы они здесь росли и воспитывались здоровенькими, вас радовали, уважаемые мамочки и родители, и бабушки, чтобы вы с радостью, и они тоже с радостью, каждый день ходили в детский сад. Строительство объекта началось в середине 2015 года. Работы велись в рамках программы губернатора «Наше Подмосковье». Стройка находилась на постоянном контроле районных властей. Садик на 240 мест, и он не просто был необходим, он был жизненно необходим Небежьим озерам, поскольку, вы понимаете, что в свое время новый микрорайон, который был построен компанией «Мортон», он был без детского сада. Я думаю, что сейчас очередь в Медвежьих озерах, она снизится и практически будет нулевая. Скрупулезно делали все возможное, чтобы он был функциональным, безопасным, удобным. И, в конце концов, вот пришли к такому финишу. Сдали этот садик. Уверен, что здесь и детям, и родителям понравится. Объект, хоть и типовой, но особенный. В Медвежьих озерах прежде не было садиков с бассейном. Теперь есть. Детский сад у нас большой, большие комфортные светлые группы. Есть бассейн, есть кабинет психолога, логопеда, есть изо-студия, есть кружковая. Будем различные кружки проводить, большой физкультурный зал, музыкальный зал, полностью оборудованный. В сельском поселении Медвежье-Озерское ждут открытия еще одного дошкольного учреждения. Детский сад в новом городке находится в финальной стадии готовности. В Медвежьих озерах в 2016-м открылось еще одно нужное учреждение. Комплексную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья оказывают специалисты реабилитационного центра «Росинка». Давайте узнаем подробности. Красный. Красный. Белый. Белый. Хорошо. Такая стимуляция развивает вестибулярный аппарат и улучшает координацию движений. Эту и многие другие методики используют в отделении «Мать и дитя» реабилитационного центра «Росинка». Вот уже несколько месяцев в поселке Новый Городок работает долгожданная организация. Здесь детям с ограниченными возможностями здоровья помогают пройти комплексную реабилитацию, а родителям получить необходимые навыки. Считаем, что реабилитационный центр для детей в Пчелковском муниципальном районе занимает достойное место среди других реабилитационных центров в Московской области, о чем сказал и губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробин. Ранним утром завтрак, затем на процедуры, обязательно дневной сон. Сейчас отделение центра работает в режиме полустационара с 9 до 6. За это время ребята получают четырехразовое питание, проходят занятия в коррекционном классе, посещают массажный кабинет, занимаются с физиотерапевтами, увлекаются занимательными ремеслами, например, плетением и лепкой. Вся необходимая для занятий инфраструктура в наличии и даже более того. Есть и соляная пещера, и сенсорная комната. Волшебный ручейок, его можно потрогать, под ним можно даже прятать. Селеконным можно накрыться, вот так. Как новогодняя елка, да? Присоединиться к занятиям могут и сами родители, получить навыки реабилитации и даже психологическую поддержку. Так, одной из особенностей центра стало духовно-нравственное воспитание. Сегодняшнему современному человеку, ребенку, тем более маме, измученной проблемами своего ребенка, необходимо знание, как сохранять мир в своей душе, как помочь своему ребенку. Сложно поверить, что еще год назад на месте нового и опрятного здания центра находилась старая казарма воинской части. Реконструкция была реализована при совместной работе администрации Щелковского района, Медвежье-Озерского поселения и вклады инвесторов в строительной компании «Софрина», организовавшей масштабные ремонтные работы. После завершения ремонта ее представители отдаляться не стали, вошли в попечительский совет центра. Сейчас в отделении занимаются 37 ребят и 6 родителей, при пропускной способности в 40 детей и 20 сопровождающих. В центре с нетерпением ждут новых подопечных, подчеркивают, что даже при отсутствии возможности прохождения полноценной программы обязательно окажут поддержку. Так, например, родители могут связаться со специалистами по скайпу и получить необходимую консультацию. И в других поселениях Щелковского района в 2016 году произошли изменения, делающие жизнь местных жителей комфортнее. Порядка 250 государственных и муниципальных услуг сегодня предоставляет жителям многофункциональный центр, который открылся в Щелкове весной 2015 года. А в 2016-м удаленные окна учреждений заработали во всех поселениях от Монина до Фрянова. Записать детей на очередь в детский сад, запросить СНИЛС, подать документы на оформление собственности, получить загранпаспорт или лицензию на индивидуальное предпринимательство. Жители могут в шаговой доступности. Ведь главная цель МФЦ – максимально приблизить к населению оказание муниципальных и государственных услуг, как того требует госпрограмма «Эффективная власть». Стоит отметить, что за 11 месяцев жителям района было оказано около 310 тысяч различных услуг. Щелковский МФЦ сегодня находится на восьмом месте среди 68 учреждений Московской области. Медицинские услуги в шаговой доступности. Одним из наглядных примеров воплощения этого принципа в Щелковском районе стал фельдшерско-акушерский пункт в поселке Клюквиной. Открытие ФАПа состоялось в рамках областной программы здравоохранения Подмосковья – большое событие для развития инфраструктуры бывшего военного городка. У нас в Щелковском районе много военных городков. И вот Клюквиной, благодаря усилиям всех в этой власти на уровне Московской области, на уровне района, на уровне поселения, вот здесь уже началась такая точка роста. Это маленькая радость у нас у всех, но в душе каждого человека, который проживает в поселке Клюквиной – это огромная радость, потому что здесь рядом, в этих 108 метрах, будет оказана квалифицированная медицинская помощь. База у фельдшерского пункта замечательная, потому что здесь есть и кабинет гинеколога, отдельный кабинет фельдшера, процедурный кабинет, есть комната для пребывания больных, для дневного стационара. На этом пункте реализация программы здравоохранения Подмосковья в Щелковском районе остановлена не будет. Уже в следующем году планируется открыть новые объекты. Также в 2016 году в полную силу заработали два офиса врача общей практики. Они открылись в микрорайонах-новостройках Лукиноварина и Богородский, где были крайне необходимы. Приемы ведут врачи общей практики. Есть процедурные и физиотерапевтические кабинеты, возможно и снять электрокардиограмму. Поскольку поликлиник в новом микрорайоне нет, офисы позволяют пройти первичную диагностику рядом с домом. Я думаю, это будет не только мне нужно, а в принципе жителям всего дома и, соответственно, близлежащих домов, потому что поликлиника, ну, есть поликлиника, которая так называемая старая, да, я думаю, что это будет просто в помощь такая. Когда, соответственно, открывается в доме, где живешь, то это еще, ну, удобнее. А в микрорайоне Бахчеванджи города Щелково в 2016-м открылся опорный пункт полиции. Он стал девятым по счету в Щелковском районе. Пункт был создан еще 40 лет назад. Но около года помещение находилось в аварийном состоянии. Чтобы встретиться с участковым, местным жителям приходилось ездить в Чкаловский пункт полиции, что, конечно, доставляло немало неудобств. Теперь достаточно прийти в часы приема в уже свой опорный пункт. Отремонтировано очень хорошо. Там хорошая новая мебель. То есть сотрудникам там будет удобно. Там даже есть определенное помещение, где можно, допустим, принимать пищу. То есть все условия сделаны. Я хотел бы пожелать, чтобы все жители этого микрорайона, поселка, видели вашу служебную работу, видели вашу работу, которая каждый день несет где-то и опасность какую-то, но и большую социальную значимость. Такие вот преобразования, направленные на развитие социальной инфраструктуры произошли в поселениях. Привлечение как можно большего числа ребят в массовый спорт – еще одна приоритетная задача как для областных, так и для районных властей. В 2016 году была проделана большая работа по строительству спортивных объектов. Так весной открылся спорткомплекс с универсальным залом для единоборств на Дальнем Воронке. Дождались! Открылись для спортсменов двери нового спорткомплекса на Дальнем Воронке. В списках почетных гостей немало звездных во всех смыслах имен. Легендарный космонавт Алексей Леонов осматривает сформированный в этом районе спортивный кластер, в котором есть и футбольное поле, и площадка для воркаута, и теннисные корты, и уличные тренажеры. Теперь есть и аллея спорта, где будут увековечены имена почетных гостей. Создало доброй традиции открывать вот такие прекрасные заведения спорта в нашем районе. Мы идем прямо к упору этой дороги. Создание условий для развития спорта. Ребята, очень понравилось, что у них теперь есть возможность тренироваться и готовиться к соревнованиям в комфортных и качественных условиях. Это тоже немаловажно для первой шоу партнера. ФОК построен в рамках реализации муниципальной программы городского поселения Щелково. Спорткомплекс, хоть и ориентирован на единоборство, на самом деле готов принять также и тех, кто занимается баскетболом, мини-футболом, художественной и силовой гимнастикой. О чем говорит наш губернатор Андреевич Воробьев, то, что массовый спорт для нас приоритет номер один. Именно с таких залов и начинается занятие массовым спортом. Отсюда вырастают чемпионы Европы, мира Олимпийских игр. И я уверен, что он будет загружен, востребован. В Московской области 33% жителей занимаются спортом. То есть каждый третий. Щелковский район не исключение, говорит министр спорта Роман Терюшков. Местная власть эту тенденцию намерена поддерживать и развивать. Все больше и больше деток увлекается в организованный массовый спорт. Для нас это очень важно, когда дети уходят с улиц, когда дети уходят с подъездов. И мы сегодня искренне рады тому, что открылся очередной спортивный объект. Мы планируем каждые два года, два-три года открывать новый спортивный объект. Нет, стоют и в поселениях. В Медвежьих озерах открылся спортивный клуб, а в Афряново появился современный стадион. Опа! Поехали! Новое спортивное учреждение открылось и в сельском поселении Медвежье Озерское. Дзюдо – это стиль жизни и состояние души. Такие лозунги встречали всех, кто теперь приходит заниматься спортивными единоборствами в новый зал в поселке Новый Городок. Здание на территории бывшей войсковой части 06-772 Минобороны вместе с другим имуществом расформированной школы авиамехаников передало местной администрации. Я всех поздравляю! Мы здесь видим, что действительно реализуется программа губернатора. Спасибо всем, те, кто любит и уважает спорт. Спасибо всем, кто пришел на этот праздник. И всем нам больших побед! Побед в спорте, побед на выборе. И за нашу Родину! Ура! Всего в новом зале могут заниматься до 60 человек. Он разделен на зоны – бокс, адхэквондо, дзюдо и карате. Раньше в этом здании площадью 520 квадратных метров были солдатская чайная и библиотека. На реставрацию и ремонт ушло 5,5 миллионов рублей. Еще на миллион с лишним закупили спортивного инвентаря. У нас общее, консолидированное мнение о том, что Медвежье-Озерское сельское поселение – это лучшее поселение. Лучшее по духовности, по нравственности, по своему участию во всех процессах, которые идут на благо формирования гражданского общества. Интересно, что первоначально в это здание должна была переехать Медвежья-Озерская администрация. Но ради спорта она решила подождать. Ну а в городском поселении Фрианово рядом с первой школой открылся современный стадион с футбольным полем и беговой дорожкой, которую сразу же испытали юные спортсмены. Такой подарок получили не только ученики первой школы к новому учебному году, но и все, кто живет поблизости. На очереди реконструкция школьного спортзала. Важнее детей ничего нет, важнее их счастливого детства ничего нет. Я вас всех поздравляю и желаю, чтобы эта дорожка никогда не пустовала. Теперь у вас есть возможность полноценно заниматься спортом. Вот трава взойдет и уже даже и в футбол гонять начнете. А так и пробежать, и пропрыгать, и все, что хотите, можно сделать. Поэтому, ребятки, будьте здоровы, занимайтесь спортом, любите спорт. Спортивные достижения жителей Фрианово хорошо известны, а в секции легкой атлетики при первой школе занимаются около сотни воспитанников. Мне очень приятно, что здесь есть неравнодушные педагоги, тренеры, которые делают великое дело, которые защищают честь Щелковского муниципального района не только на уровне области, но и Российской Федерации. Достижения в легкой атлетике Щелковского муниципального района 90% составляют из успехов городского поселения Фрианово. От уже реализованных проектов к реализуемым. В 2016 году продолжилось строительство перинатального центра. Объект поистине уникальный. В отличие от обычного роддома, центр будет обеспечен усиленной реанимацией, возможностью выхаживать недоношенных детей весом от 500 граммов и помогать беременным женщинам с патологиями. Совсем скоро эти аисты будут не просто украшать фасад здания, но и символизировать появление малышей на этот свет. Работы в перинатальном центре выходят на финишную прямую. Открытие учреждения ждут с нетерпением и в Щелковском районе, и в Московской области в целом. Ход работ контролируют в региональном правительстве. Выездные совещания на объекте проходят регулярно. Работы ведутся в рамках программы губернатора «Наша Подмосковья». Перинатальный центр – объект поистине уникальный. В отличие от обычного роддома, он будет обеспечен усиленной реанимацией, возможностью выхаживать недоношенных детей весом от 500 граммов и помогать беременным женщинам с патологиями. После сдачи в эксплуатацию центр будет рассчитан на 150 мест в стационаре, а женская консультация сможет принять до 250 посетителей в день. Перед специалистами стоит непростая задача – сделать центр уникальным учреждением здравоохранения, помощи новорожденным с пороком развития. В Московской области дети, которые рождаются с пороком развития, они оказываются в Люберцах. У нас же мы постараемся сконцентрировать на себя вот здесь эту всю патологию. То есть не только, чтобы женщина родила такого ребенка, но и чтобы здесь сразу же, не отходя далеко от мамы, ребенок здесь же оперировался, не только еще соперировался, но еще чтобы он и выходился. То есть задачи очень амбициозные и очень серьезные. Строится в районе и еще один не менее важный объект – диализный центр. Закладку в фундамент будущего здания, капсулы с посланием потомкам приурочили к празднованию дня района и города. Это событие, присутствующие на церемонии, назвали не просто значимым, но без преувеличения эпохальным. Посмотрим, как это было. Гемодиализ – процедура очистки крови от шлака и токсинов. Больные с хронической почечной недостаточностью должны проходить ее 2-3 раза в неделю для того, чтобы просто жить. Сегодня пациенты из Щелково ездят на гемодиализ в Москву, Мытищи и другие города. Но скоро все изменится. Здесь, на территории 1-й районной больницы, на улице Краснознаменской, начинается строительство диализного центра «Нефролайн». Торжественную церемонию закладки в фундамент будущего здания капсулы с посланием потомкам приурочили к празднованию дня района и города. Это событие присутствующие назвали не просто значимым, но без преувеличения эпохальным. Я вспоминаю 2011 год, когда мы принимали наказы по жителей. Это был один из наказов. Санкции немножко нас затормозили, но ничего. Мы крепче будем, как сказал президент. Пусть нас тренируют. И сегодня, наконец-то, этот объект начинает строиться. Я вот сейчас проговорила с нашим уважаемым инвестором, и он говорит, что строительство в принципе в течение 8 месяцев должно закончиться. Поэтому я думаю, что будет замечательно, Алексей Алексеевич, если к следующему дню района мы получим подарок и откроем диализный центр. Я хочу сказать, что время нытиков прошло, и ступило время созидателей, таких как Юлай Басырович. Прилетел к нам, как волшебник, и начинается работа. Спасибо всем, кто работает над тем, чтобы экономика района развивалась. Пациенты, у которых частично или полностью не работают почки, есть всегда и везде. В нашем районе таких сегодня 54 человека. Построить для них специализированный медицинский центр раньше не позволяла экономическая ситуация. Но в район пришел мощный инвестор – компания «Медма», которая специализируется на открытии и оснащении медицинских центров разного профиля и оказании услуг населению. На территории Московской области было выявлено несколько районов, где население вынуждено ездить за многие-многие километры, а в Московской области это еще и субъективно с пробками, то есть люди тратят много-много часов каждый день для того, чтобы получить эту услугу. Поэтому мы решили в том числе согласование с администрацией, с разрыхание Московской области здесь инвестировать и построить диализный центр. Поначалу в центре «Нефролайн» будут установлены 20 диализных аппаратов «Искусственная почка», которые будут работать в три смены. Потом количество может быть увеличено. Будет полностью закрыта потребность района в этом виде высокотехнологичной медицинской помощи. Пациенты очень ждут. «Расположение близкое к нашему месту жительства играет роль. То, что не нужно долго ехать, мы вынуждены не ездить в другие районы, в город Москву. Дорога занимает. Она вообще утомительная. Мы его давно ждали, мы давно просили, требовали даже». «То, что сегодня закладывается камень на именно территории Щелково, это событие. Это событие и для нас, и для пациентов прежде всего. Служба теперь будет самостоятельная. Мы приблизим медицинскую помощь для нашего населения. Для нас это праздник. Тем более он совпадает с праздником Дня города. Вот искренне говорю». Итак, строительству диализного центра «Нефролайн» дан зеленый свет. Если все пойдет по плану, через год он будет открыт. Грандиозный праздник прошел в спорткомплексе Подмосковья. Такого в нашем районе еще не было. Единый выпускной балл 2016 для шести сотен выпускников районных школ стал большим подарком, который, несомненно, запомнится как один из самых ярких моментов в их жизни. Давайте посмотрим. Такого количества красивых людей на одном мероприятии, пожалуй, еще не было. Впрочем, как и самого мероприятия. Яркие, изящные наряды девушек, строгие костюмы юношей, в которых они кажутся вполне взрослыми людьми. Все они выпускники 2016 года. И те самые счастливчики, чей выпускной впервые с таким размахом и в новом формате отмечают в Щелковском районе. Идея проведения единого выпускного вечера вполне успешно из мечты превратилась в реальность. Сказка стала былью для 619 ребят из районных школ. Основная идея праздника – в новую жизнь на корабле, плывущем на все четыре стороны света. Выходя из стен школы, отплывая во взрослую жизнь, впереди ребят ждет выбор. Какое направление выбрать, каждый решает сам. Но, несомненно, главной целью организаторов было не просто собрать всех воедино, а подарить выпускникам незабываемый вечер. Самое главное, чтобы у детей было ощущение праздника. И чтобы они сегодняшний день запомнили на всю жизнь со знаком «плюс». И чтобы они, может быть, нашли здесь новых друзей, новых товарищей. В начале мероприятия все школьники проходили на специальный подиум, словно по красной дорожке. Красиво вышагивая под вспышки фотокамер, ребята выстраивались для памятной фотографии с руководителями района и гостями. Юные красавицы дефилировали не хуже профессиональных моделей, демонстрируя потрясающие наряды. На самом деле, очень волнительное событие. Последний день в школе, можно сказать. Очень тщательно готовились, чтобы хорошо выглядеть. Под звуки оркестра выпускники проходили на церемонию поздравления и вручения специальных наград в зале УСК, который, надо сказать, изменился в этот день до неузнаваемости. Отметили медалистов, стобальников по ЕГЭ, счастливчиков осыпали золотой мишурой. Мечты ребят в этот день, конечно же, должны были сбыться. А перед тем, как пуститься в самостоятельное плавание, они получили не просто поздравления, а мудрые наставления и пожелания. Вы сегодня птицы Щелковского муниципального района. Закончилась одна часть вашей жизни. Это совсем небольшой ее этап. Это первая ступенечка, которая позволит вам в дальнейшем в этой жизни реализоваться. И сейчас вот здесь вы стоите, будущие врачи, ученые, строители, военные. И всех вас мы ждем потом в нашем Щелковском районе. Этот день празднует вся страна. И она радуется вам, то, что вы выходите на свою дорогу, и вы пойдете по ней правильно. Потому что вы этого достойны. Вы живете в такой стране, где все для вас. И мы для вас. И мы все сделаем для вас. Действительно, ваш корабль отправляется по жизни. Счастливого вам пути. И, как говорят моряки, семь пута под килем. Красивое, масштабное путешествие началось. Пары кружились в вальсе, зажигали под ритмы сальса и танцевали ламбаду. В общем, как и подразумевалось, побывали на четырех сторонах света. На улице выпустили воздух импровизированный корабль мечты, взмывающий под аккомпанемент желаний самих выпускников. Ну и, конечно, традиционная дискотека под зажигательной песней сопровождала весь последующий вечер. Выпускной 2016 в самом разгаре. Выпускники танцуют, отдыхают, в общем, наслаждаются этим замечательным днем своей жизни, который уже никогда не повторится. Мне очень понравилось, я думаю, что оно мне запомнится надолго, и это очень хорошо. Очень много положительных эмоций, и я рада. Ну и, конечно, такой грандиозный праздник не обошелся без яркого и разрывающего на миллион огоньков неба салюта. Итак, это были самые яркие события 2016 года. Спасибо вам, нашим зрителям, что вы весь этот год были с нами. До новых встреч в новом году. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова